В Казахстане грядет новая реформа в системе образования. Демократия добралась на всеобучие. По инициативе Минобразования директоров школ станут выбирать. При такой системе 12-летнего образования необходимо, чтобы руководитель школы обладал большими полномочиями. И это можно осуществить через выборность директора школы. Будет попечительский совет, который будет наделен полномочиями, выбирать руководителя школы. В странах западной демократии попечительский совет давным-давно выбирает менеджеров средних учебных заведений. Директор школы лицея номер 48 Ирина Смирнова затею поддерживает. Только так можно уберечь казахстанские школы от коррупции и случайных людей. И скорее всего они из всех предложенных кандидатур не выберут того человека, который просто по своему происхождению может быть выше, чем тот человек, который на самом деле очень качественно работает, добивается хороших результатов, но может быть не относится к тому клану или жузу, который бы хотелось кому-то видеть. В попечители Павел Токарчук попал несколько лет назад случайно. Его дед когда-то построил школу и затем возглавил ее. Но Павел полагает, что выбирать директора в школу должны квалифицированные специалисты, а не домохозяйки. И вообще, прежде всего думать надо о качестве образования, остальное второстепенно. Я историк по образованию, учитель истории. И у нас были четкие истории, исторические предметы. У нас были учебники, по которым мы учились. Специальное пособие выходило, по которому учителю истории четко, ясно и понятно надо было учить, как в Владивостоке, в Калининграде или в той же Алмате. И поэтому наше поколение прекрасно и знает историю, то не было вот этой так называемой, пардон, чехарды. Сегодня история переписывается, причем многократно. Сегодня идет амбиция, я говорю, с точки зрения исторической науки, как доказать тот или иной аспект прав. Вы посмотрите, что творится в головах сегодня. Давний специалист по наблюдению за выборами Доскошим тоже не спешит поддерживать Министерство образования. Когда какие выборы что-то решали в Казахстане, говорит он. Мне кажется, здесь только одним выборным директором ничего не решить. Потому что система, это не смотрит на одного, на два человека или там какие-то нововведения именно по директорам. Потому что сверху, снизу у нас ослаблена наука. Особенно и школьная, и вузовская наука. Я работал тоже 20 лет в вузах. Поэтому, как говорится, меня не удовлетворяет состояние казахстанской науки. По нынешним планам, только через 7 лет страна окончательно перейдет на 12-летку. Но что произойдет за это время, никому неизвестно. Казахстанцы пережили уже ни одну реформу и ни одного министра образования. Итоги их деятельности налицо. Куда не кин страшный дефицит грамотных специалистов.